Ваше выступление, Анна Анатольевна, было посвящено украинским событиям, естественно. Это потому что всех нас это так волнует. Я вот даже сужу по своим этим проповедям в ЖЖ. Если проповедь не на тему Украины, она не вызывает такого интереса. Можно видеть, что там и комментариев к ней меньше, и как-то она проходит. Это меньше интересует. А то, что происходит, потому что на самом деле это один и тот же народ. Вот давайте не будем мудрствовать, лукаво. Вот это Новороссия, восточная так называемая Украина. Посмотрите на себя в зеркало. Мы все как они, а они как мы. Там такие же, вот мы видим сейчас в Донецке повсюду, такие же тетки. Там толстые какие-то, красивые, некрасивые, разные. Это наши тетки. Это наши мужики такие же грубоватые. Это мы. Вот все. Я тут не берусь. Я оставляю за бортом моего словаря, в данном случае всякие там «мы славяне». Не стоит ворошить это старое определение. Это просто «мы». Вот это «мы» в зеркале. И смотреть безучастно невозможно на это. Поэтому мы все страдаем. И каждый день, каждое утро я бегу ко всем возможным средствам информации. Посмотреть в 7 часов утра я уже включаю и радио, и интернет, и телевизор. Конечно, чтобы смотреть live news. А как же? А украинские? Украинские СМИ смотрите, кстати? Знаете, они меня смотрят и читают. Да? Я думаю, что они бы меня первого... Потому что только если бы поймали где-нибудь под Харьковым, то я думаю, они бы меня там и прикончили, как Сашка Билова. Ну, конечно, я все-таки... А оставляйте комментарии ЖЖ, да, там украинцы? Я ведь вышла книга в свое время в Харькове, знаменитые украинцы серии. И там рядом в этой серии был и Степан Бендера, и вот ваш покорный слуга, Эдуард Вениаминович Савенко, тоже там был. И там все там Леся Украинка. А я для них хуже, потому что я вроде предатель. Хотя это глупость. У меня отец из Воронежской области, несмотря на фамилию Нао. Он ни слова не знал по-украински. Мама у меня русская, Раиса Федоровна Зыбина, папа Вениамина Ивановича Савенко. И как бы украинец, это только так вот. Зато немедленно все иностранные СМИ тоже схватились за это. И пишут, украинен Лимонов. Какой я? Ну, украинен, я готов быть. Главное, что мы одно целое, не те же люди. Это те же люди. Что тут вдаваться подробнее? И не помочь этим людям? Вот это постыдно, то, что сейчас происходит. Мы сидим и смотрим, как каждый день гибнут сотни людей. Вот смотрите, вам же люди, которые пришли на Триумфальную площадь, имели возможность задать вопрос, да? Вы отвечали на вопрос. Они задавали вопрос. Я ответил на все, которые задали. Что больше всего волнует? То есть о чем чаще всего спрашивали? Ну, конечно, Украина. И, конечно, когда мешается власть. У меня нет знакомства о власти. Ну, нет, никаких. Когда-то я вот самый известный мне человек во власти, это Дмитрий Рогозин. И то я с ним виделся до того, как он был назначен вот этим посланником в НАТО. А после этого он со мной уже никогда не встречался, даже случайно. Я никого не знаю. У меня нет инсайдерской информации. Поэтому я не могу сказать, что думает власть. Я не знаю. Я только страшно рекомендую вмешаться и спасти множество жизней. И не надо смотреть на то, что скажет Запад. Они лицемеры. У них двойные стандарты. Они сейчас вот... Они не примут, они уже сказали. Мы не признаем результаты выборов в Сирии. Почему вы признали результаты выборов уже в Украине? Сейчас едет... Вроде бы наш глава государства едет вот... В Нормандию. В Нормандию, да. Я в Нормандии был, жил и знаю, что это такое. И, конечно, к нему будут пытаться подсунуть Порошенко, которого тоже пригласили. Хитро вначале пригласили Путина, а потом через несколько дней Порошенко. Я считаю, что не надо давать этому человеку руку, на ней кровь, на руке Порошенко. И кровь самая страшная не просто каких-то людей, а нас с вами. Вот кровь. Эдуард Лимонов в студии Русской службы новостей. Очень простой вопрос, простой по форме и очень сложный для ответа, как мне кажется. Роман через наш сайт русновости.ру его прислал. Эдуард, Юго-Восток расстреливает хунтов. Фашисты окружили города. И большими буквами что делать? Традиционный вопрос. Давайте, Роман, вот многие нацболы уже там. И лучше там спросить, подойти к кому-то, Стрельцову или к Болотову, к руководителям и сказать, что делать. Дайте мне работу, я буду делать. Вот это нормально. Я, несмотря на свой возраст, и то, мне говорят, ты же из Харькова, из Украины, и ты известный человек. И то я вот думаю, что на каком-то этапе я все-таки, наверное, поеду. Что-то, что-то. Если я буду полезен, я, конечно, отправлюсь. Вам надо что делать? Не ждать, когда за вас решит кто-то. И решат ли правильно. А может, вообще никак не решат. И дадут людям умирать. И что, вы будете сидеть? Бросайте все, езжайте туда, пробирайтесь. Люди многие едут и пробираются. И ничего страшного. А куда именно? В Донецк? Ну, я думаю, а где сейчас? В Донецк? Там все горит. Ну, это Донбасс. Мы все это называем одним словом. Донбасс. И вот туда двигают. Ну, а что, вы прям вот возьмете пулемет в руки? Или что будете делать? Если мне дадут пулемет, я его, конечно, с удовольствием возьму. А я думаю, что не только это. Для меня, наверное, найдется какая-то работа с пулеметом, но пропагандистская. Я не знаю. Пока мы на это смотрим. Мы пытаемся какое-то количество определить, сколько там наших людей. и участвовать уже вот так массивно каким-то образом. Сейчас собираем силы, короче говоря, там. Но ведь, видите, тоже неправильно... Пока никто это не судит за это в России. Я надеюсь, до такого позора мы не доживем. Ну вот, да, не совсем правильно, наверное, говорить, что там нет наших. Нет, там есть добровольцы, там идут казаки, и из Чечни люди были, если еще, непонятно. Но даже вероятнее всего там, по меньшей мере, наши пограничники, прикрыв глаза, смотрят на то, что люди едут туда и добираются. Но это правильно. На месте власти я бы заявил и сказал бы, что добровольцы должны... Мы не будем препятствовать. И хотя бы вот такой степени сказать. Мы не будем препятствовать и не будем преследовать добровольцев. И более того, можно объявить по сбору добровольцев по военкоматам. Ничего страшного в этом нет. Само государство не вмешивается. Армию не посылает, но не возражает против помощи братскому народу. Знаете, сейчас уже похоже все на Испанию. Вот как в 36-й год Испания, и там же были интернациональные бригады, кого только не было. А тем более нам сам Бог велел одному народу помочь обязательно. И все это не завтра кончится. Даже если удастся киевским войскам где-то победить в каком-то городе, из пепла погибших десяти, в основном сотни, уже это море разбушевалось человеческое. Ненависти много, негодование. Смотрите, кровь это на тротуарах. Кровь обычно, когда мужчины смотрят на это, им хочется отомстить, разумеется. К вопросу вот про Петра Порошенко, который поедет тоже в Нормандию, еще даже не будучи, он еще не приняв присягу, в общем-то, потому что 6-го числа все это состоит, мероприятие в Нормандии. А инаугурация у него 7-го, да, 7-го июня, он еще не будет официально в должности. Ну, знаете, он уже официально избран, и ЦИК объявил об этом. То есть церемония не, сама церемония не состоялась, а выборы состоялись по их стандартам. Сегодня Барак Обама сделал ряд заявлений по России, он говорит, что готов приступить к восстановлению нормальных отношений с Россией, выдвинул ряд условий, что должна Россия до конца отвезти войска от границы и, естественно, признать выборы на Украине. Вот когда Барак Обама говорит о восстановлении нормальных отношений с Россией, с вашей точки зрения вообще, когда-либо были? Мы сегодня тоже со слушателями это обсуждали. Никогда не было нормальных отношений, мы им нравились, когда мы постоянно им уступали. А мы им уступали вплоть до Крыма. Поэтому мы им нравились. Я помню, когда после 11 сентября 2001 года, я еще сидел в тюрьме и видел в тюрьме, как выступил наш президент Путин тогда, со слезами на глазах уступил им все наши среднеазиатские базы. Вы видели? Это была крупнейшая геополитическая ошибка. И с тех пор Соединенные Штаты осели и в Киргизии базы, и в Таджикистане. Да, сейчас вся эта лафа подходит к концу. И поэтому, конечно, им не нравится. Я говорю, мы нравились им, пока были покорны. А покорны мы, к сожалению, были очень долго, вплоть до воссоединения Крыма. Обама, наконец, к концу своего второго срока, он стал настоящим американским президентом. То есть бесцеремонным, агрессивным, империалистическим. И уже не скрывается за своей черной кожей, как за камуфляжем. Но это правда. У него кожа служила как таким, знаешь, я добрый, я хороший. Моих предков белые плантаторы мучили 300 лет или сколько. Первые темнокожие президенты. Да, 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 да. Все это оказалось такой же чепухой, как в свое время говорили. Вот женщина во главе государства, она будет добрая и хорошая. Мы видели мадам Тэтчер, которая из-за каких-то задрыпанных голых скал у побережья Аргентины начала войну. И там, кроме овец и нескольких пастухов, никого не было на этих Фолклинских островах. Но она начала войну, угробила цвета английского флота и авиации. И вот вам, добрая женщина. Она уморила голодом около миллиона шахтеров. Задавила вообще, закрыла шахты. Ирландских этих, сидевших в тюрьме, Бобби Сэнда и его товарищей, значит, революционеров ирландских, довела до... Они умерли, они держали голодную забастовку, только добивая статуса политзаключенных. Они умерли, один за другим, десять человек. Короче, и Обама тоже, как мы видим теперь, он снял свою черную кожу и предстал белым, отвратительным, как мы представляем, сигарой, хамом. Есть такое английское слово, bullying, от слова bull, бык, человек, который быкует. Вот он везде это... Мы дадим там миллиард украинцам. Его не интересует то, что мы чутко и обнаженно относимся к этой ситуации. Потому что, ну что, у меня в Харькове могилы моих отца и матери. Что он, гад какой-то, Байден там чего-то говорил. Там Украина, там что-то от Ивана Франковска до Харькова. Я запомнил только до Харькова. Я думаю, ах ты, ну, ах ты, да? И Харьков – это город моего детства, моей юности. Я там каждый камень знаю. И вот какой-то хам из какого-то там Техаса или откуда, он вдруг начинает мне претендовать на мой Харьков. Это все возмутительно, отвратительно. Никогда это не было так. Мы там не обращали внимания, там, а, Болгария, там, вот, вступает в ЕС, потом в НАТО. А, там, Румыния. Все далеко. Но Украина – это недалеко. Я там через три кладбища босым ходил на речку там плавать каждый день. И вот эти гады теперь там… Это Эдуард Лимонов. У нас новости. После продолжим. Программа «Без вопросов». 20 часов 34 минуты. Продолжаем. В студии писатель-мыслитель Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович, вот тут слушатели задают вопрос такой, например. Логика развития событий такая. Если начинать с оказания помощи Донецкой Народной Республике, то России надо готовиться к полномасштабной войне на полях Украины. Так? Вовсе не так. Чего вдруг человек взял это? Во-первых, у Украины она не член НАТО. Начнем с этого. А во-вторых, у России есть ядерное оружие. И я приводил этот пример, но с удовольствием приведу еще раз. Маленькая Корейская Народно-демократическая Республика, которая только подозревает, что у них есть несколько ядерных зарядов. Смотрите, Соединенные Штаты после Корейской войны, это 50-е годы, ни разу не отважились, что-либо сделать с этим государством. Или там пример Ирана, тоже ничего не сделает. Ничего не произойдет такого. Вот будут воевать наверняка через наемников, таких прокси, да, вот будут посылать туда. Там уже есть наемники из Прибалтов, желающие воевать. Какие-нибудь голландцы там будут. Вот добровольцев. Они будут воевать добровольцами, на что наши не решаются. А сами я... Они не сошли с ума. Они крайне боятся. Причем еще эта знаменитая русская душа. А вдруг этой душе взбредет чего-нибудь в голову, а кнопка есть, и чемоданчик есть, и все такое. Они никогда не решатся. Если вы проанализируете все последние войны Соединенных Штатов, они не были такими уж нерасчетливыми. Они всегда были расчетливы. Когда в Ливане они потеряли, это был 1982 год, они потеряли, был такой момент, когда высадили десант американцы, а палестинцы подорвали к чертовой матери морских пехотинцев, вогнали туда, по-моему, два КАМАЗа взрывчатки, 350 человек погибло. На следующий день они свернули пожитки, сели на линкорт в Нью-Джерси и отбыли к своим берегам. То же самое было в Сомали, когда не соблюдающие никаких... 92-й год в Сомали. Американцы высадились в Сомали. Не соблюдающие никаких правил. Война без правил. Сомалийцы уничтожили какое-то тоже единым махом. Очень много американцев. Привязали их трупы к грузовикам и радостно возили в пыли по Магадишу. Конгресс испугался. Конгресс, он отвечает. В следующий раз конгрессмена не выберут, если придет много гробов в эту одноэтажную Америку, в его штат. И поэтому они сразу отзывают войска. Ничего такого, там все управляемо. Там воюют с каким-нибудь Ираком. Знаете, когда уже не ожидают больших населений, разобщено в Ираке кто угодно. Сыниты, шииты, курды. Вот с этими можно как-то справиться. Нет, они никогда не полезут сами. Что-то это напрасные страхи. Вы забыли, чьи вы дети, чьи вы внуки. Смотрите, как в Вторую мировую войну жуткие мясорубки люди шли и немало не сомневались. Что вы сомневаетесь? А вы хотите что, уступить? Ну, уступите, придут повсюду. Повсюду. Я когда-то писал, Прибалтика будет, если вы будете, году в 90-м я писал, что Прибалтика обязательно будет западной, если вы не проявляли твердости. Не проявляли твердости. К сожалению, знаете, нет пророка в своем отечестве. И когда ты видишь то, что произойдет лет на 20 вперед, ничего тут удивительного нет. Просто надо быть чутким и знающим, и иметь опыт. И когда ты говоришь людям, не делайте этого, не делайте. Я говорил, снимите коммунистам перед последним их пленумом, я говорил, снимите Горбачева, арестуйте его к чертовой матери, потому что он натворит такого. У меня есть свидетели, что я это говорил. Они не сделали этого. Ну, вот, видите. Ну, и вот Алексей опасается, помним уже обещание Петра Порошенко вернуть Крым после Юго-Востока. Будут ли брошены войска Украины на Крым? Да какой Крым? Ну, посмотрите, они даже не могут оккупировать Донбасс. Что такое оккупация? Это надо какое-то большое количество военных, чтобы все крупные города-поселки имели бы гарнизоны. А они наскоками, вот карательными этими колоннами, набежали, постреляли, откатились. Набежали, постреляли, откатились. Хотя у них явное преимущество. Есть авиация, есть тяжелая артиллерия. Но они не могут, у них нет сил. Неужели вы не видите, что это дряхлая армия? Наемники там. Наемники. Ну, что наемники? На их наемников у нас здесь свои безбашенные. Дайте нам воевать. Мы угоним их далеко. Это совершенно точно. Не надо прям... Не сравнивайте Украину, в которой там осталось 35 миллионов, и Россию, в которой сейчас 145 миллионов людей. У нас огромное преимущество и в живой силе, и во всем. Во всем. У нас тоже не самая высокоточная техника в мире. Но для того, чтобы убивать врагов, не обязательно убивать их высокоточной техникой. Ну, здесь тоже, видимо... Не надо бояться нифига. Потому что если мы будем уступать, нас загонят под, как в тюремном языке говорят, загонят под шконку. Будешь жить все время в ползающем положении. Этого нельзя делать. Нельзя никогда уступать. Тем более, сейчас они пришли к нам, в наш дом. Неужели вы не понимаете, что отступать уже некуда? Все, достукались, это называется. Это следствие того, что мы сейчас имеем. Это следствие неправильной, вредной, враждебной России политики, которую наши сменяющиеся руководители страны ввели последние 22 года. Эдуард Лимонов в студии. Через минуту продолжим. Эдуард Лимонов в студии Русской службы новостей. Это прямой эфир программы «Без вопросов». Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Напоминаю, это наш смс-портал, сайт русновости.ру. Это же телефон прямого эфира. Чуть позже мы к звонкам обязательно перейдем. Эдуард Венеменович, возвращаюсь к Петру Порошенко. Вот все-таки у нас много что связывает с Украиной. Естественно, связи эти как-то надо будет на официальном уровне, понятное дело, налаживать рано или поздно. Очевидно, что... Хотя это очевидно, что он там надолго, или вы полагаете, что он может тоже сместиться очень быстро? Моё мнение личное, что он где-то год просидит, может быть. Год? Конечно. А вот Майдан там они палатки не разбирают. А вот видите, у него враги и на Майдане есть. Да. Конечно. Он же идёт в связке с Кличко. И вот Кличко там освистали. И на самом деле он по типу Майдан считается, многие считают и в мире, и в России, что это была своего рода революция. У нас говорят, что это был государственный переворот. Но как бы там ни было, Майдан осуществляли люди другого склада. Это не Петры Порошенко. Понятно. А Пётр Порошенко из старой гвардии. Он был всегда вторым или третьим человеком. во всех этих правительствах. Он был министром экономики у Януковича. Если я ошибаюсь, то не ошибаюсь, а не ошибаюсь в данном случае точно. Он был одним из людей, который основал партию регионов. То есть он по всем параметрам, не как вот тем, кто пришёл к власти на Майдане, и кто занял позиции. Вот Аваков, потом этот Порубий, глава Совета Безопасности и прочее. Он им скорее враждебен должен быть. И я думаю, что класс, политический класс, политическая элита так называемой Украины испугалась Майдана. И поэтому они не нарисовали Порошенко такие огромные проценты. Я не верю, что это реальные. Не может быть 54,7% избирателей. Сколько бы их ни пришло, но в таком... Я просто отказываюсь верить. И абсолютно уверен, что ему так же нарисовали, как в своё время в 96-м году Ельцину нарисовали результат. Просто он подходит политическому классу. Политический класс консервативен. Им не нравятся ни Сашки Билы, которого угробили, ни все эти тегнебоки, и Яроши, и даже Лешко. Ну и здесь вот традиционный тоже вопрос. Наши слушатели, надо ли торговаться с кровавой хунтой из-за цены на газ? Мы уже пошли на уступки. Они часть долга оплатили. В понедельник пришло на счета Газпрома. И наставят на старой цене. В 268 с половиной долларов за тысячу кубометров. Я понял, что вы хотите сказать. Нам надо уступать. Нам. Вот кому нам? Мы же с вами не... Если бы я отвечал за эти переговоры... Вы бы уступили? Или люди, для которых я авторитет, то мы не стали бы торговаться. Мы бы сказали, слушайте, поживите как-нибудь так. Или есть вот, например, предложение, чтобы транзит западный не потерять. Надо, чтобы Запад оплачивал нам его на нашей границе. А не на границе Германии с Украиной. И это правильное предложение, на самом деле. Довольно разумное. Платите, а там... Это ваши союзники. Разбирайтесь с ними. С газом, который вы забираете у нас, а потом везете через их территорию. Почему мы должны? Но у власти у нас стоят не радикалы. У нас власть полуолигархическая, авторитарная и все такое прочее. И вот они, когда мы говорим, нужно ли нам? Нам с вами? Хорошо бы послать их и сказать, пока вы не закончите эту марш вон отсюда, катитесь на своих БТРах в Киев, стойте там, сидите там, где, не знаю, в подвалах, в ресторанах, где угодно. Вы нам здесь не нужны. Выведите войска к чертовой матери. После этого мы подумаем, нужно ли вам вообще давать газ. Но у них есть тоже аргумент, например, вот в ответ на наш газ. Они могут сказать, вы захватили наш Крым, вы взяли наш Крым. Крым не их, исторически не их, все такое прочее. Но формальный аргумент у них есть. Поэтому ситуация здесь сложная. Вот большевики в свое время сделали правильно. Они разорвали все договора и сказали, мы никому ничего платить не будем. Мы никому ничего не должны. Там речь не шла о поставках газа. Газа тогда еще не было, им не торговали. Но они правильно, они отказались от всех обязательств старой России. Если вы новая власть, а мы должны сказать, слушайте, у вас новая власть, мы не знаем, кто вы такие. До свидания. Разорвать. Я против любых переговоров. А братский народ? Потребители этот народ? Братский народ, вот надо его защитить и вытащить из этого плена. Вот братский народ, тот, который братский, потому что часть Украины нам не... Ну а в Киеве не братский народ? Не братский народ. Киев сдался на милость западенцев. Он это сделал. Пускай Киев сам и выпутывается. А мы должны взять тех, кто не сдался на милость западенцев, кто ведет себя независимо. Надо их признать, в первую очередь, в республике. Вот буквально завтра выпустят декрет. Правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации настоящему заявляет. Мы признаем волю народа, 7-миллионного народа Донецкой, Луганской. 7 миллионов там живет. И Луганской областей. И признаем Донецкую народную республику, Луганскую народную республику и их союзную республику Новороссию. Точка. Ну вот, еще срочные сообщения пришли по Украине. Как раз Москва рассчитывает на скорое принятие гуманитарной резолюции СовбезООН по Украине. Это заявление постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Что тут еще? И дискуссия по гуманитарной резолюции по Украине будет продолжена. Москва, да, вот это срочное сообщение. А до этого Запад ее не принял. Наш вариант резолюции по Украине не одобрили ни в Америке, нигде. Вот эта дипломатическая возня, она может быть и нужна. Но надо делать это одной рукой, заниматься дипломатической возней и говорить, что все нужные вещи правильно. И Лавров пусть делает. Но с другой стороны должна быть другая рука, которая должна помогать Шойгу. Надо гнать Русланы в Донецк и разгружать все, что там нужно. Установки ПВО, гнать летчиков, самолеты, задолбить к чертовой матери украинскую авиацию. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь, ноль. По традиции, конечно же, ваши вопросы давайте в режиме БЛИЦ. Постараемся, коротко, вопрос. Я опять не могу наушников на голове, ну давай. Придется, так вам просто удобнее будет. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь, ноль. И СМС-портал, и наши же телефон прямого. Чувствуешь себя гладиатором таким. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна, ваш вопрос. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, Эдуард Вениаминович. Хочу признаться вам в любви. В любви, спасибо, спасибо. Татьяна, давайте вопрос, вопрос, а то мы времечки можем. Вы думаете, что этот самый, как его признает наш руководитель, эти две или три республики, это все в блеф. Он ничего не сделает, он трус. Вот. И поэтому мне кажется, что он специально затягивает это все. Вот. И жадничает с оружием. И оружие ему жалко на этих, на своих же русских людей. Поняли, поняли, да. Вот. Ну, вопроса как такового нет, но я не сказал, что он признает. Я говорю, надо признать. Я говорю, в данном случае выражая волю вот тех огромного количества россиян, да, российских граждан, которые поддержали воссоединение Крыма с Россией, кто сейчас выступает за воссоединение Донбасса. Я от их имени, говорю, вот в данном случае имею право, потому что мы хотим, чтобы так было. А что там он, как вы говорите, что там решит руководство страны? Как видите, я с этим руководством в большинстве случаев не согласен. Но некоторое время назад никто и про Крым не мог представить. Никто мог представить. Ругались, ругались. Никто мог представить и про Крым. Я считаю, что нашему руководству не надо бояться Запада. Он никогда уже не будет даже делать вид, что нам, друг, уже понятно. На Украине они прокололись, они не выдержали. Жадность, алчность, да, вот это же лакомый кусок. Возможность манипулировать страной с русским населением. Это заставило их сбросить маску. Больше они друзьями нам не будут. Поэтому надо делать то, что в наших интересах, и не обращать на них никакого внимания. Ничего страшного не произойдет. Везде живут люди. Все хотят жить. Никто не хочет умирать. Там не живут какие-то камикадзе в Америке. Живут расчетливые ребята, даже солдаты, которые хотят вернуться с войны, купить домик, что-то и так далее. Еще вопросы. Здравствуйте. Да, да. Алло. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, Вениаминович. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Я полностью с вами согласен в том, что вы говорили о том, что не надо бояться, и что Запада нам никогда другом не было и не будет. Но вот к тому вопросу, на который вы ответили, что надо брать, как говорится, вещи, ехать, как говорится, в Белгород и... Руслан, простите, я перебью. Руслан спросил меня, что делать. Я ему сказал, что делать. Да. А теперь я с аналогичным вопросом обращаюсь. Но не каждый же, как говорится, достаточно боеспособен. И что делать тем, кто находится в Москве, находится в Омске, и по каким-то причинам проехать туда не может. Что мы можем делать здесь, находясь в Москве в той же самой... Помощь сдать деньги. Я полагаю, да, вот подсказывают. Безусловно, огромное значение имеет финансирование. Отправить каждого человека, даже по самым скромным каким-то этим стандартам, то это деньги. Люди не могут ехать, надо платить чем-то за билеты, за простые мелочи. Ботинок у людей нет. Я вот недавно давал людям на ботинки просто, на армейские ботинки, потому что надо, и так далее, и так далее. Вот всегда можно найти, как поучаствовать. Я не могу, у нас закон есть, да, вот я не могу вам все говорить, все вот выложить на стол. Я не знаю, что завтра ожидать от власти. Я уже сидел несколько лет, так что я стараюсь быть осторожным. Это правильно. Плюс 7-925-101-107-0. Это телефон нашего прямого эфира. Если вы хотите действительно помочь, вот сегодня тоже говорили, доктор Лиза, находите легко ее ЖЖ, Твиттер, и там два номера счета. Можно деньги перечислить. По-моему, есть уже всякие быстро созданные какие-то пункты, организации, где во все это дело идет, и даже без помощи Эдуарда Лимонова. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут и ваш вопрос. Сергей. Да, Сергей, слушаем. Не кажется ли вам, что идет тестирование, ну, в общем-то, русского народа на выживание в мировой войне, насколько он будет властям подчиняться в случае тотального уничтожения с противоположной стороны? Ведь такого теста еще не было. Это не тестирование, это идет война, дорогой мой. Это уже не тестирование, а просто идет уже она, война, война. И вот какое тут тестирование, пробуют на зуб, смотрите, пробуют, вмешается ли руководство России, поможет ли оно, не поможет, вмешаются ли добровольцы, как они будут драться. Тут никакого тестирования, это все, войнуха. Войнуха, войнища, война. Плюс семьдесят двадцать пять, одиннадцать семь и ноль, здравствуйте. Всем, извините, всем кажется, что тут еще сейчас немного, тут нас проверяют. Что там проверять, уже все ясно. Да, я слушаю. Эдуард Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Я ваш личный поклонник. И вот что хочу сказать. Что если мы только не займем Юго-Восток, непеременно там будут американцы и НАТО. И мы будем иметь колоссальные проблемы у себя на границе. Спасибо. Это все знают. Я знаю, и все наши слушатели знают это. Спасибо, что вы лишний раз напомнили. Огромное спасибо. Здравствуйте. Последний вопрос. Здравствуйте. Да, вот у меня вопрос такой. Как вы думаете, теоретически, есть шансы в ополчении выиграть эту войну? Что тут теоретически? Смотрите, люди, которые совсем недавно с нуля начали, они уже два месяца обороняются. Не просто обороняются, переходят в наступление, овладели каким-то оружием и воюют, на мой взгляд, успешно. Успешно. Им не хватает. Вот я не устаю твердить. У них нет средств ПВО. Они не могут сбивать вот эти истребители над Луганском, которые оставили там девять трупов после себя. Они не могут. У них нет авиации, тяжелой артиллерии. Вот что им нужно. А так они себя нормально. Они уже доказали свое право на существование. Знаете, подобные мятежи могли закончиться в тот же вечер. Вспомните, как начиналось, как выбрали народного мэра Донецка. Как его сразу на второй день приехало СБУ и забрали. Но теперь эти номера уже не проходят. Уже никого вы не заберете. Так. Если возможно, Эдуард Малиминович, последний вопрос. Быстро. Дмитрий из Крыма спрашивает. По вашему мнению, когда все это закончится и чем? Жизнь, все равно конфликт. Войны никогда не закончатся. Это я говорю, моя личная мнение такое. Не закончится. Будет один, конфликт кончится, начнется другой. История с Украиной, поскольку у нее ввязались такие мощные силы, с одной стороны Соединенные Штаты, а с другой стоим мы, пока безмолвные, но уже, собственно, взявшие Крым. Она быстро не закончится. Это будет конфликт. Он перессорит всех к чертовой матери. Уже перессорил. И, слава богу, это к лучшему. Потому что вот эти иллюзии, которые питают наш креативный класс и все по поводу Запада, я думаю, они тают каждый день, как снегурочка. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли. Эдуард Лимонов, писатель-мыслитель, был сегодня в студии Русской службы новостей. Спасибо вам.